Здравствуйте! Друзья, как уже всем известно, рейсы в Азербайджан то отменяются, то возобновляются. Например, уральские авиалинии отменили свои рейсы в четыре страны ближнего зарубежья, в том числе и в Азербайджан. На официальном сайте авиакомпании сообщается, что рейсы в направлении Азербайджана отменены до 29 октября. Кроме того, откладываются полеты российской авиакомпании в Казахстан и в Узбекистан. Сегодня я решил снять видео и собрать все рейсы, которые есть из России в Азербайджан. Если вдруг что-то не будет сказано, прошу вас написать об этом в моем телеграм-канале. По поводу телеграм-канала. Как уже многим из вас известно, я часто делюсь информацией в своем телеграм-канале. Там я, как уже отметил, часто бываю и предлагаю вам также подписаться на мой одноименный телеграм-канал. Я там также делюсь недорогими рейсами в Азербайджан, да и в другие страны, откуда со стыковкой можно добраться до Азербайджана. На всякий случай оставлю линк под этим видео. Если вам будет интересно, можете подписаться и будем там общаться. Теперь о рейсах в Азербайджан. Итак, с 9 мая авиакомпания Азимут начинает выполнять полеты из Сочи в Баку. Планируется, что рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Согласно расписанию, вылет из Сочи в час ночи, посадка в Баку в 0,350. В обратном направлении вылет из Баку в 4,20, посадка в Сочи в 5,20. Кроме того, с июня авиакомпания намерена увеличить частоту полетов из Сочи в столицу Азербайджана. Отмечу, да и напомню, что сейчас авиакомпания Азимут выполняет рейсы 5 раз в неделю из минеральных вод в столицу Азербайджана. Как говорится, в сообщении авиакомпании в продаже авиабилеты от 127 евро в одном направлении без учета дополнительных сборов. Но скажу заранее, что за 127 евро найти билеты сейчас практически невозможно. Из Сочи и из минводов билеты в одну сторону стоят в районе 20 тысяч рублей, а это далеко не 127 евро. Между тем, в конце апреля губернатор Астраханской области на встрече с президентом авиакомпании Азал сообщил, что Азимут готова выполнять регулярные рейсы из Астрахани в Баку и обратно с частотой до 4 раз в неделю. Стороны обсудили и перспективы развития взаимного сотрудничества в сфере гражданской авиации и принятия совместных шагов для повышения транспортной доступности двух стран. Продолжим с регионами. У авиакомпании ЮТЕР очень хорошая география полета. Дело в том, что ЮТЕР летит из Тюмени и Сургута в Баку. Цены до высоких. От 30-40 тысяч рублей соответственно. И эти направления у ЮТЕР один раз в неделю. Но ЮТЕР пока что единственная авиакомпания, которая летит из Москвы помимо Баку и в Гянджу и в Нахчевань. Рейсы из Москвы в Гянджу и в Нахчевань один раз в неделю. А в Баку ЮТЕР летит каждый день. То есть 7 раз в неделю. Билеты на ближайшие даты от 30 тысяч рублей. Но на июнь можно взять и за 23 тысячи рублей в одну сторону. Также из Москвы в Баку летит авиакомпания ИРАЙР. Четыре раза в неделю авиакомпания вылетает из московского Домодедова в Баку на суперсухих джетах. Опять же цена от 37 тысяч рублей в одну сторону. Также ИРАЙР с 20 мая полетит из Новосибирска в Баку. Билеты в один конец от 38 тысяч рублей, либо 72 тысячи рублей туда-обратно. В тариф включен багаж. Сегодня появилась информация о том, что авиакомпания Нордвинд, это северный ветер, открывает продажу билетов на новый прямой рейс из Владикавказа в Баку. Перелеты запланированы на Боингах с компоновкой 189 пассажирских мест. Билеты тоже уже в продаже есть. В одну сторону стоимость билета начинается от 9 тысяч рублей. Полетит этот рейс или нет, пока неизвестно. Конечно, лучше будет дождаться первого реального вылет. Теперь по поводу стыковочных или, как принято говорить, пересадочных рейсов. Если, конечно, лететь со стыковкой в других странах, то самый оптимальный вариант это через Актау. Так как для нынешнего времени это самый дешевый перелет из Москвы в Баку. Дело в том, что на ближайшие даты из Актау в Баку Бута-РВС летит за 33 доллара в одну сторону. Можно компоновать с рейсом из Москвы в Актау. Для удобной пересадки для полета в Баку из Москвы в Актау можно полететь на Аэрофлоте за 14 тысяч рублей в одну сторону. В итоге получается дешевле в любом случае. Что касается полетов из Минска в Баку, то на июнь уже есть недорогие билеты. Об этом рейсе и как из Москвы до Минска можно недорого и удобно добраться, я рассказывал в своем телеграм-канале. Так что, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, можете это сделать прямо сейчас. Под этим видео в описании я оставлю ссылку на свой телеграм-канал. Можете нажать на ссылку и вы сразу попадете в мой одноименный телеграм-канал. А пока что я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. До скорой встречи. Продолжение следует...